Компания Гвоздек представляет универсальный скрытый стальной крепеж, волна Light и волна стандарт, предназначенный для монтажа прямого и скошенного планкена, имитации бруса, блокхауса и всех типов вагонки, на что стоит обратить внимание при работе с данным крепежом. Волна стандарт изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Данный крепеж рекомендуется использовать с доской из лиственничных пород древесины шириной до 145 мм. Волна Light же имеет толщину металла 1 мм и предпочтительно для доски из хвойных пород шириной до 120 мм. Отсутствие выступающих частей на крепеже позволяет использовать его для монтажа обшивки с нулевым зазором. Форма крепежа W-образная с ребрами жесткости, которая обеспечивает долгий срок службы отделочных материалов за счет вентиляции их тыльной стороны. Для монтажа досок различной ширины используются соответствующие отверстия, обозначенные на схеме. Монтаж первой доски осуществляется с помогательным крепежом волной Start. Саморезы рекомендуется использовать потайные диаметром 4 мм. Длина подбирается исходя из толщины доски. На примере вагонки и прямого планкена осуществим монтаж данного крепежа. Начнем с вагонки. Для начала на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку. Рекомендуемая ширина брусков обрешетки не менее 45 мм. Далее укладываем наш крепеж вдоль линии разметки в шахматном порядке. Приступаем к монтажу первой доски. Так как наша вагонка шириной 90 мм, длина крепежа не позволяет его поднять выше, чтобы он не выступал за пределы стартовой доски снизу. Поэтому при необходимости крепеж может быть обрезан. У нас вагонка толщиной 15 мм, поэтому мы используем саморезы длиной 16 мм. Высота профиля волны 4,5 мм, так что насквозь мы точно не просверлимся. Волна уложена по всей доске неспроста, так что не прерываемся и смонтируем оставшийся крепеж. Чтобы еще больше упростить работу, пользуемся специальными метками. Они позволяют спозиционировать крепеж относительно края доски. И да, отверстия задействуем те, которые предпочтительны под нашу ширину доски. Разворачиваем наши доски и переходим к самому главному. В выступающей части крепежа имеются отверстия. В них мы будем закручивать саморезы того же диаметра, но уже большей длины. А что делать со стартовой доской, спросите вы? Так как вагонка тонкая, тут остается только один вариант – крутить саморез в лицевую сторону доски. Для этого будем использовать фасадный саморез 4х60 бежевого цвета с покрытием РУСПЕР-1000. Стартовая доска зафиксирована. Теперь монтируем рядовые доски. Заводим крепеж под первую доску и вуаля! Первые две доски с нетронутой лицевой частью. Продолжаем занимательный процесс. Если доска немного не в кондиции, можно прибегнуть к тяжелому инструменту. Это нормально. Вот и все. Вагонка закреплена. Получаем одни только плюсы. Лицевая сторона чистая. Если промазли во время монтажа – это не беда. Можно просто перекрутить. При классическом варианте сборки в лицевую сторону. Такое недопустимо. Либо доска в утиль, либо линия саморезов будет гулять. Теперь приступаем к монтажу прямого планкена. Все манипуляции идентичны, как и с вагонкой. Разметку нанесли, крепеж уложили. Но в данном случае толщина и ширина доски позволяют использовать стартовый крепеж. Резать ничего не нужно. Просто подвинем крепеж вверх, а к основанию будем крепить вспомогательный крепеж. Для начала зафиксируем волну. Теперь по линии разметки монтируем волну старт теми же саморезами. Задвинули и зафиксировали в боковую часть. Вот и архиважный зазор между основанием и доской. А далее уже по той же схеме монтируем доску к основанию. Если же вы планируете осуществить монтаж планкена снаружи, где будет осуществляться воздействие окружающей среды, то нужно сформировать зазор. Поэтому выставим зазор с помощью а спейсеров. Я люблю 5 миллиметров. Продолжаем сборку. А спейсер уже можно перекинуть на следующую доску. Ну что ж, вот и все. Прямопланкенный фасад собран, вентиляция есть, зазоры между досок есть, лицевая сторона не испорчена, выглядит красиво и самое главное надежно. Главное соблюдать рекомендации по использованию.